Она легко совмещает отличную учебу в школе, участие в олимпиадах и ежедневные тренировки и выступления в составе танцевального клуба «Звездный вальс». Вот и этой весной ученица 11 класса Видновской гимназии Алина Тупкало приняла участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде школьников и стала призером по дисциплине «Мировая художественная культура». В истории гимназии искусство впервые вышло в призеры, а в истории Ленинского района это впервые, когда искусство на самом деле. Поэтому такое призерство, ну это колоссальная победа все-таки. Нет такого, что ты сидишь и готовишься, там учишь, зубришь. Ну для меня вообще такого нет, я так не могу в принципе учиться, для меня это неинтересно, скучно. Да я всегда готовлюсь, там всегда что-то читаю, всегда что-то смотрю, но у меня нет такого определенного, я прям села и готовлюсь. Я всегда, там иду по улице в наушниках подкасты слушаю какие-то образовательные, там сижу, лекцию смотрю, ну это потому что мне это интересно. Арина прошла все четыре уровня Олимпиады – школьный, муниципальный, региональный и заключительный всероссийский. Последний в этом году состоялся в Казани. Там два тура, теоретический и творческий. В теоретическом туре там было, ну что ли, восемь вопросов, но они все были развернуты и в них было очень много подпунктов. В творческом туре было задание у нас сделать проект сайта, который посвящен теме космоса в искусстве. В итоге из ста лучших одиннадцатиклассников со всей России были выбраны восемь ребят, в число которых вошла и наша героиня. Из-за пандемии награждения каждый регион провел у себя отдельно. Победителям из Московской области вручали дипломы в гимназии имени Примакова. Арина уверяет, победа – не только ее личная заслуга. Большую роль сыграла и преподаватель девушки Ирина Вехтева. Моя задача, я думаю, любого учителя просто заложить этот вирус искусства. Мы даже придумали такой хэштег, с хэштегами вернее, искусство – вирус. Искусство невозможно изучить только в классе. И у нас колоссальная программа по этому поводу. Всероссийская олимпиада ежегодно проводится по 24 предметам школьной программы. Всем победителям и призерам дается шанс по своему направлению поступить в институт без экзаменов. Арина выбрала факультет истории искусств в высшей школе экономики. Потом она мечтает закончить европейские университеты, заняться просветительской деятельностью. И зная ее упорство и способности, можно не сомневаться, у нее обязательно все получится. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Витнет-ТВ.